Привет, друзья! Сегодня мы разберем сюжет эротической драмы 2013 года под названием «Нимфоманка. Том 1». Я вам покажу, где туалет. Вечером немолодой интеллектуал Селигман отправляется в магазин, чтобы купить молока. В темном переулке он находит избитую женщину и предлагает помощь. Джо просит не вызывать скорую помощь и полицию, так как она сбежит до их приезда. Селигман приглашает женщину к себе, обещая угостить ее чаем с молоком, и она принимает его предложение. Мужчина проявляет внимание и заботу, предлагая постирать грязную одежду Джо, но ее смущает такое отношение. Джо считает себя ужасным человеком, страдающим нимфоманией. Мужчина, вдохновленный книгами о рыбалке и искусстве, не считает это грехом, ведь в каждом действии есть логика. Согласившись с его подбодряющей речью, Джо соглашается рассказать историю своей жизни. Глава первая. Искусственный рыболов. История Джо началась с двухлетнего возраста, в тот самый день, когда она впервые заметила свои биологические особенности организма. Став школьницей, девочка подружилась с Би, такой же смелой и любознательной, как и она сама. Играя в ванной комнате, они обожали притворяться жабами и кататься по полу, предварительно полив его водой. Делая это, Би и Джо испытывали странные ощущения между ног, которых не понимали и очень стеснялись. Отец Джо – прекрасный, добрый и отзывчивый человек. Он с первых дней жизни окружал дочь заботой и вниманием, обожал прогулки в парке и мог часами рассказывать о деревьях и их особенностях. Что же касается матери, то Кэтрин была холодной и не проявляла внимание к семье, большую часть времени проводя с картами и гаданием по ним. Продолжая взрослеть, Джо начала получать удовольствие от каната, болтающегося у нее между ног, поэтому уроки физической культуры становились для нее все интереснее. С каждым годом девушку все больше поглощала биология, благодаря которой она смогла понять свои эмоции, желания и влечения к противоположному полу. Заядлый дендролог пытался оградить дочь от этого, прививая любовь к деревьям, в частности к ясенью. Но со временем природа взяла свое. В 15 лет Джо поняла, что хочет стать взрослой и отправилась в гараж к соседу, ремонтирующему свой мотоцикл. Джером согласился стать первым мужчиной, но сделал это максимально неуклюже, так как его хватило всего на три толчка спереди и на пять сзади. Эти числа вызвали у девушки ненависть и отторжение, стали символом позора. Селигман видит в этом не только подростковые неудачи, но и закономерность, так как названные числа входят в последовательность Фибоначчи, объясняющую многие процессы в нашей жизни. Два года спустя Би подбила свою подругу на новую и безумную авантюру. Девушки заключили спор, победительница которого получит шоколадные конфеты. Сев на ближайший поезд, они устроили соревнование, в ходе которого девушкам нужно найти мужчин и заняться с ними любовью. Победу одержит та, у которой их будет больше к моменту, когда поезд прибудет на конечную станцию. Разбив копилку младшего брата, Би потратила все деньги на откровенную одежду для себя и подруги, чтобы соблазн мужчин был максимально простым. Селигман находит в этом прямую связь с рыбалкой, ведь они словно наживка болтались по вагонам в поисках добычи. Стесняясь и сомневаясь в правильности решений, Джо заходит в первый вагон и пытается завязать разговор с несколькими мужчинами. Тем временем Би не теряет ни минуты и отправляется в туалет с первым встречным. Пытаясь не уступать ей, Джо стала более настойчивой и один из пассажиров согласился провести ее в туалет, где пара занялась любовью. Соревнования начали набирать обороты, но Би было далеко впереди, ведь на ее счету было уже пять мужчин. В какой-то момент свободные мужчины закончились, как будто соревнования поставили на паузу, но вскоре все продолжилось. Чуть позже девушки остановились, ведь продолжать спор не было смысла. Пока Джо нашла шестерых, Би успела провести время с десятка мужчин, очарованных ее красотой. В вагоне первого класса девушки столкнулись с проводником, выяснившим, что у них нет билетов. Один из пассажиров заступился за подруг и заплатил за них, отказавшись от благодарности. Девушки всячески пытались соблазнить статного мужчину лет сорока, но он был непреклонен. Несмотря на разницу в счете, Би предложила новая пари. Она признает поражение, если Джо займется любовью с пассажиром первого класса. Получив новую мотивацию, девушка решила познакомиться с мужчиной поближе. Как оказалось, он спешит домой к жене, так как пара мечтает завести ребенка. И сейчас подходящий момент. Джо ему понравилось, но мужчине нужно сохранить настрой для встречи с супругой. Понимая, что желание взаимно, настойчивая девушка соблазняет состоятельного пассажира и становится перед ним на колени, благодаря чему выигрывает спор. Селигман с интересом слушает рассказ Джо, но не осуждает женщину за ее деяния. Более того, ему так нравится история, что мужчина угощает гостью чаем и рогаликом. Она замечает, что он подал вилку, хотя так поступают только утонченные натуры и женщины. Селигман просит не придавать этому столь большое значение, но оказывается, что этим действием он напомнил ей о первой и единственной любви. Глава 2. Джером. Будучи взрослой девушкой, Джо продолжила свои сексуальные развлечения. Нимфоманка со стажем занималась любовью с сотнями мужчин, отвечая на их вопросы стандартными фразами, заученными заранее. Вскоре она и Би создали клуб одиноких девушек, в котором были четкие правила и ограничения. Они не признают чувство любви и отторгают его, избегая привязанности и отношений. Также участницам паствы запрещено заниматься любовью с одним и тем же мужчиной дважды, поскольку может появиться симпатия, которая не место в их жизни. Некоторое время спустя девушки одна за одной стали покидать клуб, так как начинали отношения и влюблялись. Вскоре Би призналась, что любовь – это важный компонент близости, без которого в постели нельзя получить удовольствие. Джонни поддержала мнение подруг и, почувствовав себя преданной, посвятила жизнь учебе. Она отказалась от близости с мужчинами, закончила школу и поступила в медицинский университет, но животные инстинкты оказались сильнее. Думая о неприличных вещах, Джо бросила учебу и решила найти работу. Не имея опыта и образования, она отправилась на собеседование и получила должность секретарши в полиграфическом предприятии. Вскоре оказалось, что боссом Джо станет Джером, тот самый, который был у нее первым. Показывая предприятие, мужчина не упустила возможность показать девушке, как многое она потеряла. В лифте Джером попытался соблазнить новую секретаршу, но Джо ему отказала. Чуть позже она поняла, что влюбилась и хочет принадлежать боссу словно вещь, которыми он движет у себя на столе. Проявляя внимание, девушка прибралась на столе шефа и приготовила чай с рогаликами, но это лишь возмутило его, ведь он привык к хаосу, создающему особый порядок. Джером продолжил холодно относиться к девушке, из-за чего она стала заниматься любовью с коллегами, пытаясь вызвать у начальника приступ ревности. Даже при парковке автомобиля, Джо не уступила возможность задеть Джерома и его мужское самолюбие, но все это никак их не сблизило. Пытаясь не думать обо всем этом, девушка каждый день отправлялась на прогулку в парк, где встречала старушку с собакой и дедушку на лавочке. Ей казалось, что мир потерял краски, поэтому Джо написала письмо, в котором решила признаться в своих чувствах. Месяц спустя она принесла его в офис, но оказалось, что Джером временно заменял на должности босса дядю, но мужчина выздоровел и вернулся к своим обязанностям. Племянник отправился в кругосветное путешествие, и не один, а со второй секретаршей, так как пара планирует узаконить свои отношения. Джо приняла это близко к сердцу и начала страдать, понимая, что потеряла любовь всей своей жизни. По пути домой в вагоне метро она пыталась собрать образ идеального мужчины, разглядывая пассажиров и занимаясь рукоблудием, но ничего не получилось, ведь никто не способен заменить Джерома. Глава третья. Миссис Эйч. Нимфоманка вернулась к своему главному увлечению, из-за чего круг общения продолжал расти. В какой-то момент мужчин стало так много, что девушке пришлось назначать их по часам, записывая, словно на прием. Утомившись от имен и забывая о том, на каком этапе общения она находится с каждым из них, Джо решила воспользоваться случайными ответами и отсутствием закономерности. Для этого она перед каждым звонком бросала игральную кость, где один – это положительный ответ, три – нейтральный, пять – грубое расставание, а шесть – полное игнорирование мужчины. Самым настойчивым и надоедливым был мистер Эйч, которого Джо не удавалось выпроводить. Она понимала, что вскоре должен прийти следующий и поставила мужчине ультиматум. Он бросает семью и переезжает к ней или забывает о ее существовании. Несколько дней назад мужчина пришел с вещами, но оказалось, что жена следила за ним и приехала к дому любовницы вместе с детьми. Пытаясь создать давление на молодую девушку, миссис Эйч называет ее легкодоступной и просит сыновей посмотреть на ту, кто разрушил их жизнь. Ситуация становится все более сложной, так как в дом Джо приходит очередной любовник, и ей приходится признаться, что она не испытывает чувств к женатому мужчине. Миссис Эйч не хочет сочувствия и, пережив нервный срыв, с криками, покидает квартиру девушки. Глава 4. Делириум. Джо знакома понятие делириум – психическое расстройство с помрачением сознания, так как она пережила потерю отца. Вспоминая последние дни его жизни, Джо с трудом сдерживает слезы. Мать отказалась от мужа, болеющего раком, и не навещала его, в отличие от дочери. Тяжело переживая страдания близкого человека, Джо видела, как ее отец сходит с ума и испражняется, не вставая с кровати. В какой-то момент девушка сдалась и начала заниматься любовью с сотрудниками больницы, чтобы хоть как-то отвлечься от происходящего. Удовольствие и оргазм сменялись слезами и истерикой, ведь Джо понимала неизбежный финал, который с каждой минутой был все ближе. Вскоре отец покинул этот мир, а девушка погрузилась в тяжелую депрессию. Возле кровати покойника она испытывала не только скорбь, но и стыд, так как стала мокрой из-за стресса и неконтролируемого возбуждения. Глава пятая. Маленькая школа органа. Сделав паузу в рассказе, Джо просит Селикмана включить музыку. Мужчина рассказывает о великих произведениях известных музыкантах, в том числе и Баха, а также о последовательности Фибоначчи и ее влиянии на людей. Узнав о том, что полифония в музыке это многоголосие, состоящее из трех частей, Джо решает рассказать о трех самых запоминающихся любовниках. Одним из них был Ф, внимательный к мелочам мужчина, который знал о том, что должен ждать своей очереди. Приехав заранее, он ждал, пока Джо занималась любовью с другими. Иногда ей было жалко Ф, и она запускала его в дом, чтобы мужчина мог выпить чаю. Несмотря на свою скромность, он всегда знал, чего хочет девушка и умел ее удовлетворить. Второй любовник, Джи, полная противоположность первого мужчины. Он опаздывал, не ценил девушку и был настоящим самцом. Это привлекало Джо, ведь мужчина пользовался ею, подчинял волю любовницы и контролировал процесс от начала и до конца. Третий в списке Джером, которого Джо обнаружила в парке во время очередной прогулки. Заметив кусочки порванной фотографии, она узнала о том, что мужчина вернулся с путешествия и расстался с секретаршей. Испытывая взаимное влечение, Джером и Джо занялись любовью, но в какой-то момент девушка с ужасом поняла, что больше ничего не чувствует. А на этом фильм заканчивается. Спасибо, что досмотрели до конца. Кстати, если это видео соберет 5000 лайков, то мы обязательно выпустим вторую часть с нимфоманки. Так что подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. До скорых встреч и всем пока!